Здравствуйте дорогие друзья, с вами Дмитрий и это канал о Wordpress. При поиске аналогов для плагина Advanced Custom Fields мне попался плагин Cabin Fields и он мне так понравился, что я решил записать для вас целую серию видеоуроков по работе с ним. Данное видео это знакомство с Cabin Fields, что он из себя представляет и что умеет. Ну и что же, спросите вы. Cabin Fields это плагин для удобного создания произвольных полей, отображаемых в админке Wordpress, а также вывода сохраненных данных во фронт-энде. Она позволяет разработчикам быстро добавлять новые поля для записи, таксономии, меню и так далее. Но все это создается с помощью кода, поэтому данный плагин больше подходит для разработчиков. При создании Cabin Fields были учтены недостатки и достоинства таких популярных плагинов, как Advanced Custom Fields и CMB2. И синтаксис создания полей позаимствован у Django Models. Чтобы понимать по какому принципу работает Cabin Fields и вообще о чем идет речь, читайте заметку о произвольных полях Wordpress. Ссылка в описании. Этот плагин делает то же самое, только в разы быстрее и удобнее, плюс с кучей дополнительных возможностей. Кстати, Cabin Fields использует пространство имен PHP, а значит требует версию PHP не менее 5.3. Будьте внимательны, друзья. Cabin Fields можно скачать в репозитории Wordpress в виде плагина, на GitHub в виде библиотеки и на официальном сайте. Плагин рассчитан в первую очередь на разработчиков и не имеет визуального интерфейса. Все создается и работает только через создание объектов и указание им параметров. Но несмотря на это логика продумана и довольно удобна. Основными компонентами библиотеки являются контейнеры, иначе группы полей. Создаем контейнер, то есть место, куда будут складываться поля. Создание контейнера в первую очередь определяет, где и как будут отображаться произвольные поля. Например, при создании контейнера указываем его тип PostMeta. Теперь он будет отображаться только на странице редактирования записи. Если TemMeta, таксономии, рубрики, теги и тому подобное. Cabin Fields имеет в своем составе контейнеры для всех возможных типов контента WordPress. Собственно, само поле. Создаем поля в выбранном контейнере. Каждое поле имеет свой внешний вид и предназначение. Cabin Fields представляет широкий выбор видов полей, покрывающих большинство задач при веб-разработке. Это простые текстовые поля и области текста, поля для загрузки файлов или изображений, поля для выбора цвета или сайтбара и так далее. Более 20 типов полей. Ко всему прочему, вы вправе создать свое уникальное поле. Но об этом позже, когда мы научимся расширять функционал Cabin Fields. И последний основной компонент это хранилище. То есть место, где хранятся все данные, которые мы сохраняем в произвольных полях. Тут нет никакой магии, потому что все данные хранятся как нативные данные в Wordpress. Если это записи, то в таблице пост мета. Комментарий – коммент мета. Термы – тем мета. Пользователи – юзер мета. Ну и опции в таблице опций. И куда же без примеров. Большое количество простых и более сложных примеров вы найдете на страницах описания контейнеров и полей на сайте. Ссылка в описании. И конечно в следующих видео уроках. А сейчас небольшая демонстрация кода и результата работы Cabin Fields. Я решил показать один из самых сложных примеров, в котором создам страницу настроек темы для сайта вымышленной веб-студии. Итак, первое. Сначала я объявляю пространство имен и создаю контейнер, в которой будут складывать произвольные поля, как в корзину. Страница у нас уже создалась, но пока пустая. Так как настроек темы может быть много, принимаю решение разбить их на вкладки для удобства. Добавляю нужные поля. В первой вкладке использую сложное комплексное поле, которое будет содержать в себе другие виды полей, а также позволяющее нам создать эти группы полей на лету. В комплексном поле будем использовать следующие поля. Поле для загрузки изображения, фото сотрудника и два текстовых поля, его специальность и фио. Благодаря использованию комплексного поля нам не нужно создавать отдельные поля для каждого сотрудника. Достаточно просто нажать кнопку добавить элемент и новый ряд полей готов принять информацию о следующем сотруднике. Во второй вкладке используем три простых текстовых поля для указания ссылок на страницы социальных сетей нашей вымышленной компании, а также поле для отображения карты, где можно указать адрес. В третьей вкладке используем два текстовых поля под title и description сайта, а также два поля для добавления произвольного JavaScript, CSS и мета полей. В данном случае я использовал одно поле для вставки счетчика Google Analytics, а другое для Яндекс Метрики. Наша страничка готова. Осталось сохраненную информацию отобразить на сайте, что мы и будем делать на протяжении всех следующих уроков. Этот пример я назвал сложным, так как другие будут в разы проще. Видите? Минимум кода, максимум возможностей. И пример отражает лишь их малую часть, но даже тут уже видно как можно быстро создать блоки для комфортного управления сайтом. Как я уже говорил, подобные контейнеры можно создавать для различных типов записи, таксономии, меню, юзеров, опций и так далее. Обо всех них поговорим отдельно. На этой позитивной ноте буду заканчивать урок, но не прощаюсь, потому что предлагаю перейти к просмотру следующего урока, где мы рассмотрим, как подключить кабан-филдс. Если вам понравилось, не пожалейте лайка или комментария. Это мотивирует нашу команду к созданию нового контента для вас. До следующего урока, друзья!